Это вообще говоря, конечно, по разделу механика. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, то есть движение тела под действием силы тяжести. Есть такая стандартная задача в школе, может быть, вы помните. Задачка, скажем, о стрельбе из пушки, как летит снаряд по параболе, как дальность полета зависит от угла, от начальной скорости и так далее. Вот это устройство, которое может быть использовано для исследования. То есть ученик может сам там настроить угол? Да. Значит, тут идея, конечно, простая. Помещается сюда снаряд и устанавливается угол стрельбы. Здесь вот внутри есть устройство, которое измеряет скорость этого снаряда при вылете. Так вот загружаются. Она их должна выстреливать. Заряжается она вот этим насосом, который просто ручной насос. Но привести ее в действие не могу, потому что она приводится в действие электронным ключом, который нужно подключать к блоку питания. То есть она стрелять не будет сейчас. Лучше не стоять напротив. А вдруг она еще выстрелит? Потом она стреляет. Значит, дальше регистрируется место падения. Но это должно стоять вообще-то, наверное, на полу, может быть, все. Значит, это просто ловушка для этих шариков. Шарик сюда падает и попадает, и чтобы он не улетел куда-нибудь там в окно или еще куда-то, это просто, значит, она его ловит. Но есть регистратор вот этот вот, который, значит, регистрирует точку, куда попадает этот шарик. А, то есть в зависимости вот по этому падению, да? Да. Он подключается к компьютеру, он где-то ставится, и компьютер фактически регистрирует все. Он регистрирует скорость этого шарика, угол, под которым происходит выстрел, дальность полета, где он упал. То есть это ставится уже после регистратора. Вот. Лента для фиксации падения шариков. То есть можно ее использовать. Это лента, которая расстилается вот по полету, и шарик, когда падает, он оставляет на ней отпечаток. Ну вот такая вот довольно, конечно, с технической точки зрения, ну, изощренный прибор для школы. Для школы это действительно здорово. Это для передачи через Bluetooth на компьютер записи различных датчиков. То есть не напрямую подключаете, а через вот этот. Это датчик силы, обычный датчик силы. У него есть два диапазона, плюс-минус 10 ньютонов и плюс-минус 50 ньютонов. Подсоединяется к компьютеру. На компьютере должно быть соответствующее математическое обеспечение, программа установлена. И дальше просто он измеряет, вот тут нагрузка прикладывается, любым способом вы можете что-то подвесить, взвешивать или, ну, как угодно тянуть. Что это такое? Это очень похоже на крутильные весы, но я боюсь, что это не совсем то. Я думаю, что это можно использовать вот для чего. Вот есть такой закон сохранения момента количества движения. Вот если, ну, чем пользуются, например, фигуристы или прыгоны в воду, когда они хотят заставить тело вращаться? Они сначала разводят руки, а потом вот их собирают, и как только они, ну, когда они сводят руки, прижимают, они начинают вращаться намного быстрее. Здесь вот то же самое можно наблюдать. Вот смотрите, я его раскручу, например, в эту сторону. Теперь буду притягивать к центру, и он будет вращаться быстрее. Заметно? Медленнее. Это фактически прибор для демонстрации закона сохранения момента импульса. Это все компьютеризировано, вы понимаете? Это не просто механические игрушки, они все компьютеризированы. Но для этого нужно все это запустить и установить. Вот, например, такого оборудования, ну, вот, как для этого эксперимента, у нас вообще нет, у них предусмотрено ничего такого. Я могу объяснить, что оно делает. То есть здесь у нас в источнике света, там стоит три светодиода, зеленый, синий, красный. Вот, ну, линза для того, чтобы собирать их на экран. И вообще это предназначено для того, чтобы показать, что из зеленого, синего и красного цвета можно составить любой. То есть вот для чего это предусмотрено. Ну, у нас вообще как бы в школьной программе это не рассматривается. Вот. И то есть здесь мы можем посмотреть две модели создания света. Это аддитивную, это как раз таки используется, ну, чаще всего это RGB модель. Вот. И субтрактивная модель, когда мы не складываем цвета, а наоборот отнимаем. Когда мы хотим посмотреть на субтрактивную модель, когда мы отнимаем цвета. То есть линза, это у нас собирающая линза, мы ее придвигаем вплотную, получается. Вот. И у нас экран стоит далеко за фокусным расстоянием. Вот. И получается, весь экран встречается белым цветом, несмотря на то, что у нас подаются красный, зеленый и синий. Вот. Теперь, если мы возьмем какой-нибудь предмет и поставим их в промежуток между линзой и экраном, то мы увидим как раз таки разноцветную тень. Вот. Это происходит из-за того, что мы заслоняем какой-то цвет, вот, получается. И в области полутения у нас получается разноцветность. Еще на этом приборе можно менять интенсивность каждого из цветов. То есть подкручиваем, и у нас цвет меняется. То есть из всего лишь трех цветов можно получить любой оттенок. Есть обыкновенные эти опыты по дифракции на дифракционных решетках. У нас в школах такие проводятся, да. То есть что мы используем, когда в школе проводится такая лабораторная работа. Обыкновенная лазерная указка, дифракционная решетка, ну, они у нас там хорошие, да. Но проблема в том, что там только ни одного вида какого-то, и нельзя исследовать дифракцию на одной щели просто сразу, на нескольких. Исследуется она только наглядно. А здесь для этого опыта предусмотрено, кроме того, что много разных дифракционных решеток, еще есть сенсор. Такого в Беларуси вообще нету. Получается, для чего этот сенсор? Он меряет интенсивность дифрагированного света. И еще в нем, это получается набор из двух сенсоров, то есть вот этот вот, который сверху. Он меряет интенсивность, вот. И еще, когда мы передвигаем, измеряется положение. Все эти оба сенсора подключаются к системе LabQuest, вот. И на ней уже строятся графики. Ее можно подключить к компьютеру, если нужно, чтобы потом сохранить это все. Ну и наглядно видно тогда уже по графикам, как изменяется интенсивность при дифракции. Мы можем изменять разные, делать решетки, то есть отверстия разные еще. Вот. И смотреть, что получается. Если мы хотим именно посмотреть, а не измерить интенсивность, поставим экран. Вот. И здесь вот переключаем решеточки и смотрим, что получается. Приборы для демонстрации самых элементарных экспериментов с электростатикой. Но их плюс в том, что они на самом деле гораздо более наглядные, чем в школе мы это видим. Потому что в школе, то есть если мы хотим увидеть, что где-то есть заряд, мы берем какой-нибудь электроскоп, и там какие-то непонятные усики совершают непонятные движения в зависимости от заряда. Здесь же есть charge sensor, датчик заряда, который подключается, ну, как вы уже видели, к вот этому вот наладоннику. То есть можно перевести данные в компьютер и, в принципе, промерить численно вот этот вот заряд. Для измерения заряда тут тоже, то есть не просто с предметов меряется, используется, то есть как они ее назвали, это чаша Фрадея. Суть в том, что заряженное тело помещается внутрь, чаша изолирована, и внутри индуцируется отрицательность, ну, то есть заряд противоположный тому, который у нас здесь. А, соответственно, на внешней поверхности получается именно заряд того же знака, что у нас и тело. И мы с внешней поверхности снимаем наш заряд. Вот. Также она помещена внутри клетки Фрадея. Как ни странно. Она создана для того, чтобы внешние электростатические поля не влияли на то, что происходит внутри. То есть, по сути, если у нас есть какой-то заряд из вне, заряды в клетке перераспределяются вот за счет этой пластины. Для точности эксперимента тут даже предусмотрена такая идея, как заземлить самого экспериментатора. То есть бракслетик, который подключен вот к этой вот условной земле, который девается на руку, там, затягивается. И, то есть, я имею тот же потенциал, что и земля сейчас. Также к этой всей установке есть дополнительный чудесный источник высокого напряжения. Вообще он идет в наборе с двумя металлическими вот этими вот шарами, которые демонстрируют наглядное перераспределение зарядов. То есть на этих шарах можно демонстрировать, как если у нас есть один заряженный объект, как он взаимодействует с другим заряженным объектом, то есть как заряд. Также в наборе есть сенсор магнитного поля, то есть он меряет направление поля, которое параллельно вот этой вот части и которое направлено в том направлении. То есть если оно будет направлено туда, то он будет измерять отрицательное значение. На самом деле я считаю, что этот сенсор вот это одна из самых полезных вещей, потому что в курсе школьной физики понять, как выглядит вообще прочувствовать магнитное поле, это не самая тривиальная задача для учеников. Вот. А так можно, например, взять вскрытый где-нибудь здесь магнит, булавками, и промерить его поле. И промерить, как оно направлено. Отдаляюсь от него, приближаюсь к магниту и видим, что поле возрастает. Можно, повесив его вниз, найти северное поле Земли магнитное, естественно. То есть мы просто поворачиваем сенсор по кругу, смотрим на изменения датчика поля и видим, ну то есть где оно будет наибольшим. Мы найдем магнитный север Земли.